Ой, как ярко. Всем привет. Я в очень необычном месте сейчас нахожусь. Я не знаю, видели ли вам что вокруг меня. Но я, короче говоря, у меня тут есть свечки, матрасик, вот он. Мои вещи. На Сига Рэнк. Но он, к сожалению, испортился. Я не стал его доедать. Короче говоря, блин, почему так ничего не видно? Давайте попробуем выйти на руку. Только зацените эту луну. Офигенно, да? Черт, ничего не видно. Ну что, доброе утро. Ух ты. А вот так смотрю, слева горы, справа горы, а вдали, ну вы поняли. Красиво тут очень. Передо мной, кстати, какая-то... что это? Ретрит, база. Бунгало стоят. Круто. Интересно, пойду посмотрю. Чьи-то следы. Кто-то увековечил себя здесь надолго. Кто-то наступил в краску, походу. А, или это просто грязь с рисовых полей. Так красиво рано утром. Сам от себя в шоке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда не хотела мочить волосы, в итоге упала с бортика, просто свалилась прямо с головой в бассейн. Смотрите, какое бунгало у меня есть. Класс. Полностью деревянный домик. Я сейчас буквально по-быстрому засниму вам обзор. Здесь шторы, смотрите. Чик. И в эту сторону тоже. Чик. Все. Панорамное окно. Вот так. У меня памяти немного на телефоне совсем. Поэтому я так буквально пару минут. Зацените. Своя веранда. Здесь сейчас темно уже. Это в кентамане я нахожусь. Здесь общая беседка есть. И вот такой домик. Он просто шикарен. Просто обалденный. Я там сегодня буду спать. Уже третью ночь. Завтра в бут. Надо поехать будет. Ладно, давайте. Знаете что? Увидимся с вами утром. Так. Доброе утро, значит. Наступило утро, как вы поняли. Сейчас дверь хлопнет. Смотрите, тут есть какой свет романтичный. Ну, здесь есть еще и основной свет. Но мне очень нравится. Вот этот вайбовый, прям такой классный. Домик небольшой, как вы уже поняли. Вот тут я спал. Офигенно, скажите. Ну все, тут в принципе влазит-то вот одна кровать. И тумбочка. Ну вы не представляете просто, какой нереальный сейчас воздух на улице. Да блин, хватит хлопать. Я только проснулся, сейчас часов 8 утра. Тут став где-то ходит. Ребят понаехало вчера много. Сначала с утра все выселились, а потом наоборот все заселились. Вот, зацените, как выглядит бунгало. Скажите, очень романтично. Здесь общая зона, там домик. Здесь еще домик. Сейчас я иду, в принципе, умываться. Большая территория довольно-таки. Тут много таких глэмпинг даже есть. Ну это массажная комната. Тут много таких комнат стоит так же. Вот это все массажки. Вот там тоже массажки. А вот здесь, типа, по идее, должен был быть бассейн. Правда, они его не чистят. Вот так внутри выглядят массажные комнаты. Ну вот это конкретно, это просто у них челзона. Но это для стаффа, как я понимаю. Я здесь не особо тусуюсь. Вот здесь есть горячие источники. Значит, это небольшой бассейн. Он совсем не глубокий. Но вода, кстати... Не, сейчас она холодная, потому что, понятное дело, вот отсюда она должна литься. Плюс там еще и струб. Он уже остыл просто за ночь. А посмотрите просто на этот вид. Боже мой. Короче говоря, как-то так. Сори за мой внешний вид. Я только проснулся. Я понимаю, я весь опухший наверняка. У них здесь есть вот такие классные гирлянды. Обожаю такие гирлянды. Себе хочу купить такую же. Надо копейки и заказать. Повесить в новом жилье своем. Я арендовал это место на Airbnb. Вот, потому что, так как я поменял свое жилье, мне было негде жить. Сначала я долго мотался по разным местам. Ночевал у друзей в том числе. Вот. И в итоге нашел офигенный вариант. В самом центре. За очень хорошую цену. Ну, там заезд был через несколько дней, типа. И вот мне нужно было эти несколько дней где-то жить. Поэтому я решил, если арендовать что-то посуточно, что дороже, чем помесячно, то нужно делать это с кайфом. А красиво у нас в Кентамане. И я решил поехать в Кентамане. И в итоге на Airbnb снял себе фунгало. Короче, на самом деле это было еще то путешествие. Было просто офигенно. Горячие источники. Я там видосы не снимал, по-моему. У меня памяти не было на телефоне. Но в Кентамане есть, короче говоря, горячие источники. Это что-то типа того, типа такого бассейна. Только там их много. И они большие. Вот. И вода там теплая от природы. Потому что рядом вулкан. И, как вы понимаете, вода натурально подогревается, короче, без обогревателей. Там было круто поплавать. Дорого, правда. Но зато можно весь день тусить, в принципе. Ну вот. Как-то так. Сейчас я иду умываться. И у меня сегодня выезд. И нужно будет ехать в Убуд. А я еще вам также хочу показать туалет, ванну. Как это выглядит здесь. Такое небольшое помещение. Душ, туалет. Душ, кстати, вот такой. Смотрите, нормальный. Вообще, новая сантехника – это очень важно. То есть, стены могут быть не очень, да, какие-то. Но вот главное, что сантехника и все остальное должно быть в порядке. Еще мне очень нравится раковина здесь. А так это находится, вот, немножко под землей. Вот такой домик небольшой. Это общее помещение. Я так понимаю, сюда могут еще люди какие-то приходить. Вот. Но на территории таких ванн несколько. То есть, раз, два, три, четыре. По-моему, даже как будто под каждое бунгало есть своя ванна. Просто она не встроена в дом. Ну что, приключения продолжаются. Опять меня душа заводит в какие-то дебри непонятные. Вот в лес заехал. Сейчас еду в сторону Батура. Есть одно дело незаконченное. Так, ну я доехал. Вот такое вот место. В общем, отличное. С видом на прекрасное озеро. Позади меня Батур. А там, кстати, черная лава. Тоже прикольная месть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!